Конкурс «Педагог года-2018» продолжается в Годеногорске. На сей раз на сцену вышли работники детских садов. Пять финалистов провели для жюри и огромной зрительской аудитории свои мастер-классы. Вот только вместо дошколят задания детсадовских педагогов выполняли их взрослые коллеги. С кем конкурсантам было легче работать, со взрослыми или с детьми, выясняла Елена Тимофеева. Четыре месяца напряженной конкурсной жизни, и вот долгожданный финал. Невооруженным глазом видно, как волнуются конкурсанты. Из 21 участника до завершающего этапа дошли только пятеро. В финале за ограниченное количество времени им предстоит показать жюри и коллегам все свое профессиональное мастерство. В обыденной жизни дети часто экспериментируют с вещами, предметами, стремясь узнать что-то новое. Они разбрасывают игрушки, наблюдают за падающими воду предметами. Скажите, пожалуйста, какие минусы такого рода экспериментируют? Эльвире Рашидовне волноваться довелось меньше других конкурсантов. Она выступала первой. Музыкальный руководитель 22-го детского сада работает с малышами уже два десятка лет. А вот в рамках конкурса впервые просила выполнить задания не малышей, а взрослых, тем более своих коллег. Конечно же легче работать с детьми, видеть горящие глаза дошкольников, чувствовать ихнюю отдачу, их интерес, стремиться познавать еще больше вместе с детьми. Так как я музыкальный руководитель, конечно, я творческая душа, у меня очень много планов, очень много идей. Каждый год номинация «Педагог дошкольного учреждения» собирает стабильно большое количество участников. Организаторы отмечают, все чаще заявить о себе хотят молодые воспитатели, чей стаж работы менее пяти лет. Первый этап, который мы проводили еще в октябре месяце, мы собирали с них заявки и отсматривали их педагогические эссе. Потом мы проводили этап, где они представляли свои педагогические мероприятия с детьми в рамках тоже реализации собственного опыта. И второй этап конкурса у нас был посвящен самопрезентации творческих участников. В финале конкурса, тем не менее, самые опытные педагоги дошкольных учреждений. Наталья Маланина работает с детьми уже 22 года, и сегодня тот редкий день, когда она в платье. Ведь в детском саду Наталья Ивановна преподает физкультуру. Но даже двигательную активность своих воспитанников она организует творчески, придумывает нестандартное спортивное оборудование. Всегда было желание работать с детьми, мне они были очень интересны, мне было интересно с ними взаимодействовать, придумывать для них какие-нибудь игры. И таким образом, поступая в педагогический институт, я узнала о том, что набирают инструкторов физической культуры. И подумала, что можно соединить два момента. Во-первых, я буду общаться с детьми, я буду с ними взаимодействовать, и в то же время я буду их тренировать, то есть делать то, что я умею. Финальный этап продлился почти три часа. Абсолютный победитель конкурса «Педагог года» в апреле будет представлять магнитку на областном этапе. Но имя лучшего известно пока только жюри. Участникам результаты объявят в начале февраля. Тогда же и состоится торжественное награждение.